Сейчас вам будет представлена возможность посмотреть один рекламный фильм Министерства обороны Советского Союза, рассказывающий о специальной спортивной подготовке десантных войск в Советской Армии. В далеком 88-м году нам в клубе учебного погранотряда показывали этот фильм, и говорили, что в пограничных войсках совсем скоро тоже будет введена программа специальной спортивной подготовки пограничников. Но как говорится, обещания всегда остаются обещаниями, и не более того. Сам фильм был снят в конце 70-х годов, то есть, с момента выхода фильма, в армии в плане спортивной и специальной подготовки солдат, не изменилось практически ничего. То, что вы видите на экране, в свое время вызывало восторг и уважение среди молодых людей, готовящихся встать в ряды Советской Армии, очень многие парни мечтали о погонах десантных войск или морской пехоты, в общем, не судите строго, я более чем уверен, что сегодняшняя спортивная подготовка солдат в армии кардинально отличается от того, что было принято на вооружение 50 лет назад. Желаю вам приятного просмотра. Наряду с общепринятыми упражнениями в утренний час вводятся упражнения специального характера, такие как прыжки вправо-влево на сомкнутых ногах. Прыжки с поворотом на 360 градусов. Бег спиной вперед. Имитация ударов кулаками, локтями, ногами, и ряд других упражнений. Используются также простейшие акробатические элементы. Благодаря им у десантников формируются навыки пространственной ориентировки, столь необходимые им во время прыжка с парашютом и в момент приземления. Специальные вольные упражнения подготавливают десантника к действиям в рукопашном бою. Их необходимо доводить до полного автоматизма. Основная часть данного варианта утреннего часа. Упражнения на брусьях, на перекладине, на прыжковых снарядах и снарядах для лазания. Делай, как я. Вот наиболее эффективный принцип, которым руководствуется командир при проведении занятий. Хорошо выполненное упражнение рождает чувство удовлетворения. Степень сложности упражнений на снарядах должна постепенно возрастать. Не всякое упражнение удается выполнить сразу. Но каждый шаг, каждое усилие в преодолении физических трудностей воспитывают у воинов уверенность в себе. Простые, на первый взгляд, упражнения. Но выполняемые в высоком темпе, они развивают скоростные навыки, быстроту реакции, прыгучесть. Поточное проведение занятий увеличивает интенсивность тренажа. Такое необычное положение тела на восьмиметровой высоте не цирковой номер, а необходимый элемент подготовки воина-десантника. Он помогает преодолевать страх перед высотой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эмоциональность ревновательного момента эстафеты снимает усталость, приносит чувство удовлетворенности. Поточность выполнения упражнений, предельная насыщенность мышечных нагрузок, эмоциональность. Такова утренняя физическая закалка воина-десантника. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Разминка Разминка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подготовительная часть состоит из разнообразных упражнений для всех мышц тела, а также действий, характерных для ведения рукопашного боя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Легкость и даже лихость исполнения сложных упражнений результат упорных и настойчивых тренировок. Достигается не только физический, но и эстетический эффект, как результат гармонии безупречно работающих мышц. Все это доступно каждому десантнику. Но ему нужна не только ловкость и смелость, а и сила. Поэтому в общей программе подготовки существенное место занимают упражнения с тяжестями. В процессе комплексного урока значительная часть времени отводится обучению специальным боевым приемам. Занятие проводится в соответственно оборудованном классе. Точность, быстроту и силу ударов тренируют на соцсетях. В станках, силуэтах, мешках, манекенах. После приобретения первичных навыков нападения в одиночку, приступают к совершенствованию приемов сочетания защиты в парах. Залогом успешного освоения техники боевых приемов является методически правильно построенный урок. Основа его личный показ. Приемам защиты от вооруженного противника и его обезоруживанию должно уделяться большое внимание. Только высокая техника исполнения приемов на учебных занятиях гарантирует успех в реальной схватке. КОНЕЦ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА Сочетается с различными элементами психологического воздействия на обучаемых. После овладения основными боевыми приемами даются задания индивидуального характера. Они помогают раскрыть в схватках с партнером те личные качества, которыми обладает каждая обучаемая. Партнер, одетый в электрифицированный костюм, может лишь защищаться, а нападающий должен наносить наиболее целесообразные с его точки зрения удары. Хорошо усвоенные боевые приемы это грозное оружие в рукопашной схватке с врагом. Однако применять их нужно только в реальной боевой обстановке. Соревновательный момент в конце каждого комплексного урока дает возможность увидеть и оценить достигнутые результаты. Третья завершающая форма физической подготовки десантника. Психологическая и физическая проверка его готовности встретиться лицом к лицу с противником. Учиться военному делу настоящим образом значит быть в мирной учебе, как на войне. Воин-десантник, хорошо обученный и закаленный трудностями повседневной боевой подготовки и учебы, способен решить сложные боевые задачи в любой обстановке. Последний день до конца. Девочка-лабень. Третья завершает возможность вспомнить лессия. Иです. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ